спрашивают где никита некоторые комментарии про никиту спрашивают где никита а у него можно найти на ютюбе так же он канал же у него свой а я не смотрю еще но я смотрю еще ролики выкладывает какие ходили они в храм они хотели же полным погружением покреститься да кто-то хотел из них про это они спрашивали у священников но они как обычно песню поют старую что все нормально и любое крещение божье вот вот про это ролики снимает про женщина снимает молодец а католичина не там попытаться зараза оттуда плывет они уже давно католики победа православия все это никита про женщин снимает ну говорит что в наше время слова апостола остался без жени не ищи жены актуальные просто в квадрате потому что обстановка совсем не располагает бог и вот он мне пишет да я помню эти суровые будни моих первых шагов в пастушестве коров это было жесть вымотался сильно даже никита вымотался футболист но с опытом приходит облегчение вот он не в слово утешение написал никита вот и как кривошеев который уже писал нам пишет очень эмоциональная серия про коров получилась надеюсь вас местные не избили за такой оплошность на 15 минут опоздать речь идет не о коров 15 минут люди люди пришли стоят идет дождь дальше не говорят если бы ты колхозных телят пас изогнал бы на позже никто бы не заметил а здесь люди пришли стоят коров нету они понимают город свет они еще не понимают ну вот поставьте несколько уведомлений на телефон с разницей в полчаса и таким образом сможете точно рассчитать а вообще хорошая привычка носить наручные часы но не знаю разрешены ли они в вашей общине пожалуйста хоть двое появляется привычка знать который час чувство времени развивается быстро ну да вот мы жили без часов без часов пасли и старались вовремя пригнать отец потери шагами определял как шесть шагов пора домой направляться а ваш отец с какой семьи у него сколько братьев сестер было у отца да ну один здесь он жил это где например для андрей живет дядя степан отец тихон дмитриевич а то степан дмитриевич он старше его был намного видно было а тут на углу вторая улица которая вот так улице идет жила тетка полагея полагея дмитриевна это его сестра все был еще один амос амос брат его ему кто-то был должен так передавали то и он пошел они его убили и на линии затащили под поезд бросили вот такое зарезал вот такая история больше никого не было по отцовой линии а по материне три брата было ее все погибли на фронте макар пиловет и мануил одна мать осталась вот это практика называть библейскими именами это именно у старообрядцев такая нет не библейскими никто про это слово библейский не знал на каждый день расписаны святые 365 дней почти на каждый если нет разрешается мужчину вперед женщину там назад два дня посмотреть какие имена и кто крестил да беспокоился дедушка тереть он никогда не спрашивал как нравится какое имя там имен так много бывает 40 святых и все именно он выбирал какое-то уходиста все и все молчали окрестили на восьмой день что ли или как молодец за а по дню рождения делали как родился в какой день в этот день он смотрит вместе что это как сейчас календарь называют а тогда вместе с слоем или как назывался там на каждый день указаны были святые какой праздник полукругом круглый крестик один это маленькие да 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 вот я мог быть на пингон на кете или их тихим 2 3 игнатий а вот слово имя как бы отпечаток ложит на личность накладывает отвечать одно время серию передач сделал я три программы в городе как авторы исполнитель по именам но некоторые думают да какой внешний вид даже накладывают я считаю нет когда приходит человек в сознание он должен знать биографию то есть житие того в честь кого он назван и подражать ему сознательно а уже название имени старались называть иоанна златоуст говорит такими именами но надо соответствовать этому имени у иоанна златоуста был епископ милетий а он сидел в вузах ссылки ли был там его когда освободили все очень радовались и рожденных детей называли милетий вот как шестьдесятом году или какой там год был шестьдесят первый вот как гагарин слетал вот тут юрия потом было волна эпидемия у нас никогда на это не смотрели у меня старший брат собуил младше еще один был старший дей дей старше меня больше не было поэтому меньше меня иоаким и лавруна так лаврентий наверное это другие имена лавра и лаврентий так что я благодарю бога что меня назвали вот так как у надежды васильевна значит надежды 30 сентября а день ангела на она что родилась 25 августа почему хотя она и старая бряца ну ничего не знали и они два года было оба погибли расстреляли мать-то где-то бежали все порастеряно было а это же на каждый день надо знать шнаде сестра и жилья днина третий сестра была тася анастасия брат был владимир георгий на тиганчик вот вы общались с катакомбленными христианами да свое время с тем катакомбные христиане конечно одновременно пришли в церковь вот из катакомбников у меня в доме 32 человека они к они чем они отличались от обычных верующих так сказать в первую очередь поведением более строгий образ жизни некоторых отказались от пенсий не брали паспорта и сажали за это дети не ходили в школу дома учили то есть вот так вот советскую власть это все знают что от антихриста чтили патриарха тихона иоанна кронштадтского никаких пионеров там у них ничего этого не было мы то были из кержакопа здесь живут староверы кержаки река кержель из приток волги оттуда все кержаками звали обзывали нам как-то вроде неприятно было кержаки мы знали посты все посты у нас не нарушались только крадущего старший брат самуил тут бога то не верил мог что-то там нарушить а мы нет молились молились начало знали начало утром вечером одинаковые я все удивлялся и мать говорила у дяди у него знания были он грамотный был сколько дети были сыновья и дочери и всех он учил там считать молитвы которых мы не знали и все были как неверующие у нас никто не учил и были верующие вот интересно были священства у истинно православных христиан у катакомников было какое-то время а потом узнавали их передавали вот эти вот которые открыто служили сергианцы сергейская декларация породила вот это вот эту церковь более опасной ситуации не было все кто сидели все были объявлены церковью как враги это слава церковь такого никогда в мире не было чтобы церковь отказалась от исповедников имущенников даже для меня это еще только суда не было уже все выступают священник тут был скачков михаил а то у меня для слова божия нет уст там описано как он говорил и все записано лапкин это нарушает наши добрые отношения с советской властью лояльные лояльные а я знаю лояльные у корабля нарушие которые там железо и второй слой между ними называется льялы лояльно не напоминало льялу туда вся грязь стекается лояльные лояльные мы на это не шли все строилось на страхе божием как я не разопишешься тебя за галстук там воду повешают писал значит на униных гвоздях будешь писать мы этого боялись это было достаточно много предрассудков было на то все как шелуха отошло за кого никого не поминали вот тот момент когда вы с ними общались интервью правильно кого не поминали вот никого не поминали не было никого они понимали что тех расстреляли священство нету и поэтому они сохраняли старые проспоры от них то маленько добавляли в новое которое пекут это было как при счастье то есть у них уже все не было ничего не было а хотя первое время они поминали ведь первого первостоятеля зарубежных церкви русской зарубежной церкви даже понятия не было никакого я имею ввиду те эпоха ничего нету тоже появился вот журбенко да журбенко от него уже тут тогда священники в руку положено были а потом епископат появился целую стену опять же вынуждены они не отрицали а некоторые из них вернулись в церкви из-за причастия да и уже другая обстановка была те которые придавали уже нет они умерли а это новое поколение поколение этих московской патриархата ну и уже ходили причащались и вот сегодня мы ходили с тобой мы долго сидели считали мои стихи я тебе скинул они и пришли к тебе да как не пришли и вот я давно говорил об этом ты увидал какая там глубина ну исти конечно это как я не знаю как с чем сравнить это как святоотеческую литературу читаешь вот такой же сгусток энергии там да я на кронштадтского того же 1 златоуста вот когда читаешь или и вот и на тебе причина мне нравится это очень такое прям тем более пара практически на каждую строку ссылка написания на библию 36 мест библии открытая надо чтобы понять всю глубину смысла они лаконичные они очень простые про практически как у пушкина такой слог простой и никаких там нету ну там бывает исключение какое-то слово незнакомое очень редко сегодня твой шурф я сказал пошло спускался образное выражение затруднений какие у меня были я же катакомбникам собственно не относился а жизнь прожил как как такомники мы все время скрывали пишущую машинку у меня там студия там 15 магнитофонов а магнитофоны то вот какие были маяк двести пять двести три это не просто так было я всегда вот как-то получала жизни что шел непроторенной дорогой на целине нигде никогда мне не приходилось что-то кто-то начало я бы расширял нет первым стране я озвучил архипелагулак первые моя начинка была библия златоуст 12 это не про не пройдены книги вот эти составе тоже такие ответы давать тем более 5 институтов и сети это тоже не было и вот сейчас в интернете я сижу могу точно сказать сайта такого нету нету просто его нету а можно было сделать такую миссионерскую поездку как нашу это не сделать никому не сделать ее не было и не будет во первых с чем ты поедешь а мы в каждом месте 600 городов составлял 38 книг моих моих лично как автора а слушать я привез бы чужой книгу и автор это огромная разница мне задали сразу вопросы еще я не уехал уже книга по рукам пошла тут же сразу разбирают я их отдал даже не забочусь а некоторые пытаются проверить и если ли не звонят им а те звонят ли там а те говорят нет книг у нас его нету нету списка они же не знают кто звонит а она библиотека отвечает а это экстремистские книги тут запрещено а кальмаев на этой стороне и говорит михаил михаилович значит они экстремистки она нет подождите я директора спрошу директор подошел еще выдумал почему ты это сказал нет 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 они у нас тут батюшки семинарии пришли там новокузнецкий и сказали у нас для семинария эти книги очень нужны а она прихожанка вы нам отдайте их а то их тут не будет растащим то есть вот такой способ завладения но о том чтобы они их брали сжигали такого не слышал не видел и не слышал вот чтобы мы не делали лагерь наш уникальный во всех отношениях просто такого не было по всем правилам как было это не просто так ну я так скажу еще раз возвращусь как я говорил что на рынке много тренеров личностный ростом как они только не называются но они как правило дух у них они любвисты практически все они листят там и все остальное прочее хотя берут огромные деньги а здесь вот как я почему сюда приехал потому что не вот 40 лет но я себя чувствую как какой-то ну как сказать первоклассникам или не знаю и чувствую огромную пользу для вообще для всего для всего человека так скажем пребывание здесь ну вот как будто я скажу те которые что-то говорят там как просто вякают они же ничего не знают даже опоздал 15 минут что они значит 15 минут на дожде ждать вы понимаете это или нет это не игрушка и дальше у него что-то свое уже он хотел ехать теперь у него отбегаются там рядом пояс у него так вот и идет уже все тоже распорядок делали они этого не понимают что значит 15 минут для него в городе не неважно через 15 минут поют и через час а здесь все имеет значение поэтому с ними разговаривать я вот никогда комментарий не даю меня спрашивают можно было бы ответить это один раз ответил мусульманину относительно свинину свинину не едите я ответил остальное самих роликов там столько всего на набита еще отвечать и буду если и на тихо мусульмане почему они так уважают вас почему они не пишут пакости мерзости клевету почему так происходит а славяне пишут потому что они видят что я неоднократно их упоминаю подчеркивая целомудрия женщин как они заботятся в судах сейчас чтобы платках я за них они правы но хорошо у нас дресс-код такой у вас дресс-код такой что она идет голая придумали лифчики сбрасывать сейчас без всего она и вся она на голове на голове это вас еще не запрещается нет но у нас другое маленькие девочки совсем маханьки и она говорит я люблю платки аллах так повелел там и все и на этом мужчина себе-то они не заботятся по нашим меркам они никакие ну четыре жены даже у Кобзона и Туток это три четыре это у Евгения Ктушенко так это одновременно ну по каким вашим по общине вообще не такие порядки а взять славян сравнить славянских мужчин и мусульманских мужчин ну что мусульмане видят наш образ жизни провожаем написано гости из киргизии племянник уезжает в киргизии это наши какие люди хорошие не говорят и мата никакого нет они только одно взяли а тут все обзывают нас щурками там и то есть они ухватывают за за то что люди такие и слой киргизии это мусульмане и какие люди с бородами а вот эта девушка как она скромно одета это мусульманин они очень много видят наших роликов так что надо смотреть на то что сходится с тем что ищет а которые нападают но они никакие во-первых он ложь от истины не может отличить какой-нибудь там дулевич или кто-то в семинаре ищется у него ничего нету совершенно нету а он уже пыжится среди этих еще какое-то слово белорей никогда не никогда ничего не брал нигде никогда да вы вот так с травкой мешок у надежды васильевна там не брал ли я а зачем я не пользуюсь этим у нас сколько всяких трав из горного алтая присылали из австралии и мы ничего не пользуемся кому-то отдаем все а мы здоровые здоровый образ жизни ведем встаем говорим о 4.40 завтраком 7 утра на тигранчур ну ладно в 4.40 когда вы встали в какое время вы начали так вставать вот ответить я не могу сколько вам лет было но допустим я не могу даже сейчас сказать точно точно какое-то время было почему 4.40 не в 4 не в 5 спрашивает я не могу ответить я не знаю я считаю матери терезы у нее в 4.40 поднимались это тысячи сестер 4.40 потом еще нахожу 4.40 я понял это цифра что-то несет в себя что именно не знаю по сей день но я внутренне еще там даже не считал стал 4.40 вставать а что вам дает ранний подъем ну кто рано встает Бог дает говорит а дальше я встану рано расслаблю Бога ранее я спокойно молюсь я могу особенно сейчас я на пенсии а время у меня едва едва я успеваю в 7 часам помолиться в 4.40 у меня большая почта идет каждый день и ставить надо ролики вот сегодня я 13 роликов выставил их надо назвать правильно указать даты в каком порядке ну сегодня за один день я 13 роликов выставил понятно что а речь идет о 12500 роликах да это ни у кого нету нету это огромный огромный запас это вместе взять там Ткачева, Патриарха, Алпеева вместе всех и там половина не наберется у Осипова там кажется много 1100 кажется ну и 12500 так я то пришел на сколько позже в эту систему почему у меня все переполнено спроси у кого столько книг написано на разные темы у кого такой сайт где ответы на 4124 вопроса и чтобы одновременно написали по святым отцам ответ был по канонам по житиям это нет такого просто нету а это как-то связано с 10 Игнатихович такое обильное и да вот насчет обильности я думаю да Володя вот эти шкафы открой-ка ей Рыжая хочет залезть и что-то она слышит там прям лапами туда это связано 10 напрямую Десятина мне понятна была с первого дня как просчитал было моё сердце возрадовалось возревновало Бог говорит открой небо для вас благодаря вот это даже которое не знаю стихотворение таких стихов нету дальше 3467 ни одной помарки нет я просто ручку взял написал так не бывает не рифмовку не подобрать я много по этому считал 300 зарубежные 200 советских русских писал 500 поэтов я ими в этом мог свободно передвигать какое ответить то и только мог найти где на кого похоже что вот это я пишу один нашел только но вы когда читали поэтов вы прочитывали произведение да да конечно у меня стихотворение написано а написал так вот у него легко шло и на все темы бармен константин дмитриевич никого поэтов больше этого не видел я себя не поэтом не причислил а там меня поэт писатель да не поэзия чистой воды ну это никак это не просто поэзия она себя включила как бы и проповедь и поэзия и как ну вот и проповедь поэзия еще может даже надо просто слово найти как определить вот это явление но я к своими не знаний не считают потому что я тебе говорю как во время молитвы у меня как строка проплывает в мозгах я сразу с собой рядом ручка как бумага я написал строчку все дальше кончил молитвы я сажусь и 36 строчек 36 строчек каждый день вот я начну не глянущиеся и начнется гляну в окно об окне что такое окно и все в духовном плане называется экстраполяция событий из прошлого в настоящий и конкретно считающего да вот это вот ты это не видел чем они ценны они вот ценны что ты начинаешь вроде бы издалека вообще считаешь ну там например библейское какое-то событие или мировое событие или даже бытовое событие а потом потом раз это все на тебя идет женщина ударила колом там сесару убила а я вижу как женщина в руке ракеты поражающий этот грех у меня видение такое вот ну в жизни трудно было я по шурфам и по шахтам гротам по лагам отвалом а не исследовать святых а ком я насчитал почему потому что моя жизнь похожа я был когда там послушай-ка зайди сюда сестра сейчас не надо ты это когда будешь брать черноплодку то там и уже доклевать птицы ну завтра будешь брать бери а то мы ее живо оприходуем вкус состоит так будешь ужин ну ладно мы эту запись ведем я не нужен нет так ну я как будто вот там у тебя все это все сделано ладно ну и что по стихам кто бы нашелся вот я тебе почему подумал что ты мог бы этим заняться там у каждого эпиграфа эпиграф подносится к стиху сверху ну да его просчитала дальше не имена надо заранее посчитать несколько раз может кое-что выбрать а может подряд это огромная тема поставь себе задачу людей насчитывать по два стихотворения дайте конечно я сейчас объясню может к этому надо прийти но я вот чтобы начитать ваше стихотворение я как сказать прям погружаюсь в него очень сильно я не вот то есть это уходит как минимум день на одно стихотворение а даже два то есть я погружаюсь ну так как я еще видеоряд пытались там ну подобрать то есть плюс еще вот то есть не только же начитую а видеоряд еще подбираю потому что вот мы пение виктора сегодня слушали хорошо все хорошо но видеоряд не совпадает с текстом но это уже внимание рассеивается то есть тут надо как это не совпадает ну вот вы когда давно делали вот то есть виктор поет какое-то стихотворение на песню положил на музыку а фотографии абсолютно не про это я на это не думаю после моей биографии я любые стихи выбрал а подбирать это у меня и времени нет это понятно что времени нет но нет 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 это я считаю это не главное главное это внутреннее переживание подождите ну а что просто аудио просто и все что ли да просто звук начать насчитать и может быть даже побеседовать что-то спросить что-то к этому добавить а картинки эти даже бросить голову ты замучаешься там невозможно ну да это колоссальная работа это невозможно это вот Сергей Козлов тот умеет это делать он говорит у меня сутки или двое уходит на одну на одну беседу это вообще он герой здесь надо так по силам брать я сказал главное это смысл смысл содержания ну если только начитать если только начитать с голосом так скажем но эпиграфом понятно с эпиграфом ну да это полегче уже задача конечно можно сделать так два стихотворения в один файл заранее подготовить прочитал несколько секунд промолчать другое стихотворение вот так вот дальше его название эпиграфы и снова насчитать я кое-что насчитываю я не знаю вот этой картинке проще вот пример к себе своим воображением про мою биографию вот это я хотел бы прям аж кино поставили чтобы моя погоня и вот так сразу моя погоня и показали как машина это из каких-то фильмов можно брать вот как этот Игорь-то расстеляет этот вот гнались до упаду и показать как они усталые там милиции выходят из машины за голову берутся они когда меня обыскивали так и было я отошел не достигаем вам строчки я умер и вы взять меня уже никогда не сможете я отошел и дальше я уже показал в таком образе прощает земля азарт закон ограда мой труд следы считайте по слогам по слогам настолько трудно что они даже не могут понять как это вы сами насчитали у меня никто-то вел а там потом полковник он стал КГБ как вы добились такой чистоты записи по тем временам я говорю специалисты эти же им надо было кого-то засыпить но его допрашивали и а дальше не пошло видимо они даже не подумали что это он было все сделано на высоком уровне а потом уже заново пришлось насчитывать и архипелаг ГУЛАГ и Библию тебе говорил за 30 дней в это время уже ко мне не подходи я заперт там мыши что ли у меня мама приехала как-то а у ней кашель открылся расстыло а кашить нельзя так она голову сунет под матрас а потом когда я передыхал ну отдых был она говорит сынок ладно то я на вокзал пойду там посижу до вечера на вокзале комната-то одна ни кухни ничего нет все в одном 12 квадратов и я пойду на вокзал со мной все замучились а когда запись шла я матрасы навешивал на окна даже чтобы звуки не оттуда не проникали и на дверях тоже матрас висит это говорит легко на работу приду и там насчитываю в Буря в Юга для меня нет еду в поезде и в поезде в смысле она насчитывала симфонию составляла 475 листов А4 ну полная вот как печатается составляла представлял симфонию неканоническую вручную составить а потом уже на все 11 вышла симфония в книжном варианте это тоже непроходимый путь был а как вы приходили то вот именно что вот сейчас вот вот сейчас нужно то есть это от вас шло или это внешние люди вам подсказывали как это а то и другое внешне у меня книги книги разные старые там и переплетать я сейчас Ксению Степановну Абраменко передавал туда она потом и говорит а что ты столько книг ты передаешь брат ты сам переплетай я говорю а где так я тебя веду с такими людьми она меня познакомила а потом и пошел переплетный цех там уже материалы доставал платил и дальше достал книгу то есть меня надо толкнуть было печатать кому-то отдавал мне кажется Алектина Пантелеевна вот Петеримова Маева она по девяществу и она тоже под меня женщинам толкали она говорит так надо напечатать научиться самому а где машинку взять а я знаю тут у них списанная машинка у них мягкий знак там едва пробивался как сейчас помню и я по пальцам а потом узнал что сам учитель десяти пальцевым методом не глядит и поэтому я тогда научился самостоятельно и иду где кто разговаривает а у меня руки в перчатках не в перчатках а в рукавицах обыкновенных я перчатки не любил пальцы вместе я сижу а рядом стоят разговаривают и я печатаю там пальцами Тренируетесь да? Ну тренируюсь все время вот так и так и пошло я тысячи страниц перепечатал три тысячи томов переплел книг это это невообразимо много при том старинным методом сшивать на шнурах с пальчиками это вы делали до до стихов да? это все проделано было? стихи у меня раньше были по маленькому было а вот тут был такой как бы толчок у меня стильный внутренние переживания вот я не пишу пять лет и меня расставали в восьмидесятом у меня стихи полились я освободился и опять все заглохло в восемь шестой меня посадили у меня сто тридцать кажется стихотворение вышло сразу тоже по девять? там не было у меня по девять были поменьше были больше вот а псалтыри особенно сильное стихотворение а когда вы на девять вышли? а на девять это попозже у меня еще одна встряска была такая встряска ну хорошая просто хорошая меня я не знаю как-то посетило такое вот написать и дальше так пошло каждый день пошел один раз спасти коров четыре стихотворения за день написано было горела роща а там горела она у меня горела роща так и называется и что это есть? и как это к вещести относится? вот я даже идет по кос травы там поникли косят когда вот эти поют они косари на лугу размахались острыми косами видишь как умно составлено или в высоких горах одиноко межскаду гордую крону свою поднимал слышал? а? ну поверхностно не уникал не слышал? да можно сказать женщина написала ликвиентка кажется вот у меня такие же были моменты я могу по милости Божией полюбить человека заочно за его такие труды этого ликвиентка я не знал а я его заочно полюбил тихотворение везде рассказывал и вдруг оказалось что она поет его поет и поет а потом я нашел исполняю там больше десяти разных вариантов поют там мужчина отдельно поет хором поют но то первое у меня запечатлялось именно вот так она поет как вот эта тамара верзице или карасель ну вот он юность моя ты говоришь не сгорает а например на такой полной полной отдаче не то что нам шипели а вело а какой вам певец нравится Игнать Тихонович? кто? какой певец вам понравится из всех вообще и мужчина и женщина какой вам нравится певец? ну какой мужчина тут я сейчас заслужил Штоколову Юрия Штоколов очень похож на шаляпин шаляпин конечно на первом месте вам шаляпин нравится? очень даже нельзя сказать как нравится что так и должно быть я знаю многих певцов там поет вот так то то потом когда ближе познакомишься а вот он такой не очень расположенный а так то для меня лучше всех поет Виктор Николаевич Савченко ну он как бард мне он барда напоминает православный бард у него душа прежде всего была так вот жарба вот так мне нравится и все а из женщин Игнать Тихонович? а из женщин как сейчас вот Светлана Копылова хорошо поет понятно так как она выглядит ну можно было платок носить но она какую-то ленточку повязывает и вот это вот двое больных лежали в палате и прочее она как притчи какие особенно кисточка Божья это первое место занимает вот сегодняшняя какая вот Людмила Зыкина пела я не знаю слова-то ее я мог бы как мне нравилось Толкунова пела как я не знаю почему мне нравилось Кугачева когда она так кричит там даже как-то на игры ну да Кугачева нет да Толкунова Ана Герман Ана Герману очень нравится очень вот это ну как-то переживаешь я вот когда читают подумай страшно мне теперь когда б не ту открыл ты дверь другой бы в улице и прошел вдруг на меня перекладывается подумай страшно мне теперь когда б не ту открыл ты дверь ни той бы улице и прошёл меня не встретил и не нашёл ко Христу вот тебя не встретил не нашёл я Я Христа не нашёл ни той бы улице я прошёл Карл Розенберг 1814 город Венс восплат Латвийской ССР видишь как, может надо учиться, как понимать, петь, я там ничего не знал, сказать из-за рубежа какие-то там, а кто там другие, мне не нравится это, а вот это от души, вот какие мои стихотворения, Виктор Николаевич где-то 80 с лишним он озвучил, сам ему музыку напишет, вот Лагерстан, Степина на Возной куче, что может быть круче, вообще, и дети так любят, а мой Ёх кричать, потом я два варианта написал, гори костер, хорошая песня, водоленая, все хорошо, воздух чистый, оглашает пение птиц, наш костер горит, как с углевый горшок, и звезды искрами рассыпались вниз, там угли лежат, как будто звезды, здесь в темноте, вот как-то встали, и видите, нет, я говорю, вот один мотив не пойдет, а кто, дать барабашам, и прошло, не знаю, часа полтора или меньше, я что-то пишу, сиду, а Игорь пришел с Еленой Анатольевной, женой, давай петь, я говорю, вот это как раз оно и есть, музыку написал везде Виктор, а здесь именно они, он что-то такое написал, я говорю, нет, это не пойдет, да, а потом он сам выбирал, какие стихи, какие, сетывание церкви, вот это, не спешите меня хоронить, я прощаюсь с оставленным телом, обрядите меня для войны, для последнего страшного дела, как будут, короче, черти строить черно-адские рожи, а вы стреляете из цалтыри, то есть из тысячи ружей, помогите, мотарство пройти, я как-то жил вот и не в напряг, вот бывает, бабка там, я один раз видел, памятник Пушкина стоит, и она переношает, вот так вот туда-сюда мотается, Александр Сергеевич, у меня строка потерялась, я не могу найти ее перед памятником, бабка, мне до того смешно, строка потерялась, я вообще этого не знаю, ни строкой никогда не думал, или я несерьезно относился, я просто, вот как говорю, так, раз, и вот оно написалось, сушите сухари, уходим до зари, поход, как, нелегкий и неблизкий будет, все, что съел, тебе перегорит, и маящат, без праздников маящат только будни, видите, так это не положено, насколько это близко, вот момент, или, допустим, Господи мой, Господи, покрытие весь коростами, с макушки и до пят, понимаешь, вот покрытие весь коростами, а есть, кстати, люди такие, видели в интернете, человек-дерево называется, да, видел, ой, 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 а вот, прощай, азарт, закон, аграда, азарт, почему азарт, что такое азарт? нехорошее слово, ну, вот так оно у меня есть, а то есть, азарта делать с огоньком, я вот, начинаю пищу делать, у меня какой-то азарт, еще лучше сделать, чем было, и еще быстрее сделать, чем в прошлый раз, еще красивее, вот это азарт называется, человек, когда играет, он в азарт входит, там, прыгает, буквально сам, в теннисную ходит. Ну, то есть, ты соревнуешься, вот ты прошлый, и с настоящим, хочешь лучше сделать, чем вчера, да, сам себя, делаю, что горит во мне азарт, то есть, я как бы, прилагаю усилия, чтобы выйти из этого состояния, вот я делаю, печка уже кончилась, еще одну сделать, да ладно тебе, ты и так сегодня уже две печки сделал, вот один день, отремонтировал шесть печей, я говорю, за порог запнулся, упало все, ну да, тут там какой-то горячая голова, комментирую, комментировал, что, как он может шесть печек сделать за день, отремонтировал, отремонтировал, ну вот так, один раз в жизни было, Надежда Васильевна, она, сколько уже лет вы с ней, в раке, сколько лет, от 11 сентября было, да надо ее спросить, я даже не знаю, так, 62-м, 64-м, 66-м, где-то вот здесь вот, а вы можете помыслить, жизнь без Надежды Васильевна, вот, жить? Да, я бежал без него. Не, ну вот, если бы, например, судьба сложилась так, что ее не было бы, даже нужды нет, да, было труднее бы, конечно, затруднительно, кое-что в передаче у меня не было бы, связи этих, ну, об этом, как говорю, так, любой здесь, кто у меня в жизни встречается, он необходим, лишнего нет, вот я думаю, больше все, каждый день молюсь за Романа Малыша, что? Он только приехал, я сразу сказал, объяснавание, в тебе демон, вот, понимаешь, как, стали считать, ты считаешь цалтырь, ты насмехаешься, да, как так, а Владимир взял, записал, дал ему просчитать, послушав, как считает, он сразу увидал, почему никто мне не говорил, голос обнаружил, что в тебе кто-то говорит, не ты. Так, Игнать Игоревич, а почему вы тогда ему позволили креститься, если вы увидели, это не проявлялось, до крещения вы увидели, или после? ну а зачем тогда ему было креститься, можно ли вообще, человеку крестоваться, пока не освободиться, явно у него не было объяснования, такое, что падал, там пену пускал, а что дух лжи, может быть, временами подходит, не знаю, но это дух лжи, верит там в землю, что она плоская, там славику, там пророк, мальчику, у него все лживое, прямо цеплялось, а мне его жалко, хороший человек, много может что-то сделать, трудяга такой, мне с ним легко работалось, где бы мы не были, если бы он окончательно не свихнулся на этой лжи, вообще бы он еще построился, дом был бы, может, жену вот привез туда, ну вот, Господь допустил так, мне это тяжело все было, они не понимают, а вы вот его заложили, тот другой, беспаспортный, он ни гражданства не получил, ничего, а это скрывать все не может, меня уже несколько раз спрашивали, а его нет, этот человек-то прописан, но у него нет, он осенью говорил, поеду, а сам не поехал оформлять, и нам нельзя никак, иначе мы все страдаем, Игнать Тихонович, почему потеряевка так малолюдно? Ну почему, ты сам подумай сейчас, вот ты здесь, ты можешь остаться потеряевки, начать строиться и жить? Ну, одному здесь, чтобы жить, я думаю, что тоже сумасшедшим. Ну ладно, красавчик, первый день, ты с Настей, и она беременная, можешь построиться? Ну, я бы приложил все усилия, построился бы. Деньги нужны. Ну, деньги нужны, ну, достал бы денег. Ну, достал бы денег, деньги построиться. Ну, за год, что ли, умеете, или как? Ну, хоть как, хоть за год. Ну, как, если бы, была бы такая цель поставлена, почему нет-то? И было бы благословение, как говорится. Не знаю, а вот приезжает Алеша, а у него тут три брата, вот он строится, и тут сколько? Хотя, вот я смотрю, дом, 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 раз, кто-то же строил, а хозяев нет. Ну, понимаешь, тут опять же нельзя сказать, дом, 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 дети, дети учатся в институт, ему надо такой институт, которого в Баруле нет, они поехали в Томск. И, наконец, он другого брата, третьего брата туда, трое они там, а родители здесь, и они подумали, а чего мы будем, для чего? А дочь вышла замуж в Москву, увезли, и они одни на нее продали, и поехали к сыновьям. Вот и причина. А этот рядом запился, собрали, сделали, сказали, выезжай. решили им общее, да? Да, вот это все, снятый ролик, все снимали. Так сказать, вот я растет, это мы не знаем еще, должно ли что быть больше. Вот я был в Латвии, там два дома, хутор, хутор, один дом стоит, усадьба, больше никого нету. Далеко, далеко, где-то там, километров 20 от города, а там через 10-5 километров еще хуторок, усадьба одна. А тут все-таки, все есть, электричество проведенное. Какие были здесь, уехали родственники, все в Греции, они уехали. Вот у нас были, Виктор, допустим, ну, еще не было, женился во Францию, за женой. Вот другой здесь, вот он в Германию уехал, в Германию, вот считай только. Эти уехали в Грецию, это в Америку, приехал оттуда, сосватывал. Мы не приобретаем, через женитьбу-то, наши люди везде востребованы. И, если бы они уехали, потеряли веру, но эти люди уехали по-хорошему, их благословили, и они там свидетельствуют, у них такая жизнь. А у нас это никому не препятствуется. Больше нету. Нету. Просто нету. Вот я бы был здесь сейчас жить, могу остаться, в город ездить. Как? Когда у меня там все. Это на 4 месяца приезжают, тут люди приезжают, то другое. А у меня там и встречи, и все, и беседы, и в храм. Не, ну да, вас очень ждут по скайпу беседовать. Здесь ни одного слова по скайпу нет. А там все по-другому. И мне больше всего нравится беседы по скайпу. Ну да. Самое интересное, самое полезное, то, что есть у вас на канале. Я вот смотрю, выступают там где-то Демитери, Смирнов, там, Осипов. Они самые сердцевины никогда не берут. Отдельно о чем-то говорят. Ну я вижу, как говорят. Все, какое в церкви беззаконие, все защищают. Они боятся. Боятся друг друга. Андрей Кураев вот это сказал, а Игнатий ему все равно там собор, не собор, тем более наши тут совещания для него вообще не существуют. Так написано в Библии, на этом все. А у меня, говорит, не все. Я думаю, что епископ скажет. Потому что профессор, зарплата, а у меня ничего нет. Потом я знаю, абсолютно точно знаю, что они не правы. А они рассуждают в требовании сегодняшнего дня. У меня рассуждение 12.48 Евангелия Диана с требованием судного дня. Как тогда будет выглядеть? Я вот делаю, когда говорю это, да, все понятно делается. Почему я говорю так о монашестве, о мощах и прочее? Еще кто-то пишет? Да, ну вот Алексей просит. Вот тот самый Алексей, мозг-то у которого предполагают врачи. Хотя я написал, особо не верю врачам, это все гипотезы их. Взбодрись, с мозгом все в порядке. Ты ведь написал мне обменяемое сообщение. Он мне пишет, дай Бог твои слова, да Богу уши. Еще ничего не ясно, Виталий, помолись, если можно, Алексей. Алексей, это, кажется, помощник, переводится. Защитник? Защитник Александр. Защитник людей, Александр. Да. Алексей, это, кажется, помощник. Это разно смысловое. Ну, вот так вот. Как вы думаете, патриархия хоть придет, хоть Павел Мальский приблизится к евангельскому? Ничего об этом не говорит, нигде не видно. Оно все дальше и дальше уходит. Тогда впереди ждет наказание Божие? Наказание и крах. И величание Антихриста. То есть все самое такое ужасное впереди, да? Все, что есть, они сейчас не сделают. Нападают, с такой силой, давят, душат. Ну и все, деньги, деньги, без денег ничего делать, не отпевать. Сколько имен записано, за каждое имя. То есть они дальше и дальше идут в этом вопросе. церковный бизнес, собственно. Такие, как наша община, их больше и нету нигде. Нигде. Чтоб был такой стройный порядок. Это какое-то, как будто, как в сказке, как будто, вот в кино идет и вас показывают потеряю вкуп. А на самом деле ее нет как будто. Вот так, гляди. Такое вот. Если у нас в храме взять, какой порядок приходит, семь минут полное молчание, молитва. Это не установить людям, никто не зайдет. Никто. стоят в притворе. За какой-то грех там выпивал человек. Два года отпущие они. Без бороды ни одного. Даже внешне. Десятина с первого дня. С тарелкой не ходят. Ничего не продается. Вообще ничего нет. Пережать Библию. На аналоге. Да нет. Это огромный труд положен. Люди этого не понимают. Он привык шататься. Пришел в нашу церковь и все. А церковь там или шалман, или вертеп разбойников. Дом мой. А вы, говорит, превратили его. Превратили. Сделали вертепом разбойников. А те, говорит, торгаши, это разбойники сидят с ножами, с кувалдами. Приходящих, оглушают. Бьют. Убери у них, закрой сейчас везде. Сейчас в патриархии сказали, чтобы ни торговой точки нигде не было. Нигде не продавать. Все заглохло. Службы не будет. Все кончилось. Тут мамон. А не можете служить Богу и мамону. А они говорят, это что такое Бог? Мамону тут все понятно. От начала до конца. И хитрят. Сказали, не брать тогда пожертвования. 300 рублей. Это пожертвования. С какой стати я буду делать? Ну, обман. То же самое, но только по-другому называют. И Бога не боятся. И как-то к Евангелию стал считать, а кто разрешил, а почему. Да, брат. Все? Страшное дело. Ну, так и будет. Еще не заждать. Нет. Посты сплошь нарушают. А то же это, вот эта легенда, что вот православный царь, там вот это все. Ну, ниоткуда. Так, блефуют. Пост соблюдать, как положено. И, я не знаю, может быть, процентов 5 соблюдает, остальное все нарушается. Ну, я первую, последнюю неделю, это во время натоусты говорили, 7 недель Великого Боста соблюдает вроде бы, да и то не соблюдает. Он говорит, у царя все дочерей, ты, говорит, двух почти, старший и младший, а остальными пренебреги. Ей понравится царю? Ну, это в семинарии так нас учили. Первые, первая неделя и последняя. Все. А, и раз так его учили, вот таким и будет. Все обман, везде обман. И женятся, и под разными причинами, многобрачие это идет. Все обман. Слово Божие не звучит, на исповеди о благовестии никого не спрашивает, благовестовал или нет. И даже вот посмотришь, нападает, это православный сектант, сектант, этот Боркин. От Боркина, его и в страну-то пускать не надо было, а его в церковь. И он тут, как говорится, самый лютый, делает, что ему надо. Бросили сейчас на голове, на... Они никакие, совершенно. На меня, в Боркин четыре раза уже спотыкался, нападал. И каждый раз одно и то же. Ну, я не знал. То есть, его уже обжарили со всех сторон. А другого, он что знает, сектант. Вы так, патриархи сказали. Я сказал, то, что есть, вы же не опровергаете. А что делать-то нужно народу Божьему, которые вменяемые, которые понимают, что происходит? Вот я из того народа, я это делаю. Пусть они это делают. Что делать народу? Ну, я народ, или нет? Да. Все. Считай слово Божье, поступай по нему. И все, весь сказ. Никуда не... ни шага в сторону. Щетко и ясно. Программа выстущена. У меня никогда-то вопрос не стоял так. А как я буду, как поверено? И все. А вот он сказал, ну, он за это ответит, что так сказал. Мне понятно, раз я должен поступать по тому, как Писание говорит. Игнать Игоревич, а когда вот храм восстановит, вот этот вот, еврей свой храм восстановит, это будет признак серьезный конца? Да. Сядь в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. По всей вероятности, это уже восстание, три с половиной года. На больше рассчитывать уже не приходится. Он провозгласит себя царю. А вот Илья и Енох, они будут проповедовать? Да, проповедовать будут. Интересно, как через интернет? Не знаю, как-то будет. Я ничего нигде не говорю, если не знаю, я не боюсь. Не, ну так вот, если просто подумать. Святые отцы не говорят об интернете ничего. Я не считал это ни у Кирилла Ивусалимского, ни у Федорита. Интернету-то сколько лет? 10 лет, может 20 лет? Всего-то. Ну, они говорят, как сеть, интернет. Интернет говорится, и говорят, и как сеть на живущих на земле найдет сеть. Сеть, нет, сеть. А интернер международное. Ну да. Оно по другим видам такое. Интер тут осталось, я не знаю, это греческое что ли, а может английское. Паси Христос, Игнатихович. Слава Христу. Все. Балевое. Молоденько. Отпусти, эти вопросы, которые тебе задают, успевают. У тебя два дня осталось. Не полный. Самопросник века приезжает, так что все будет хорошо, Игнатихович. Ну да. Слава Богу. Слава Чисту.